Что здесь будет, ребят? Ну, без интернета, возможно, можно отказаться. Без сотовой связи в наше время очень тяжело. Вы могли бы отказаться от мобильного телефона? Мне уже за 80, поэтому мне все-таки нужно. Ну, как же я с детьми общаюсь. Если только стационарный, то дом-то есть, тебя нет. А это ты всегда на связи. В любой момент тебе позвонить. Ты позвонишь. Я, короче, был в деревне и оставил телефон дома себе в поселке. Три дня прожил без него. Нормально было все. А вы бы готовы были отказаться от мобильного телефона? Нет. Очень удобно. Везде можно поговорить. Во всех случаях жизни. Очень удобно. Ты бы был готов отказаться от телефона? Нисколько. Очень нужная вещь. В нем можно многое найти и узнать, как в компьютере. Удобно с ним. И всегда можно дозвониться, узнать, где, что, зачем, почему. Ну, вы рассматриваете телефон только с точки зрения звонков? Нет. Почему? Гаджет. Хороший гаджет. И кино можно посмотреть в любом месте. Как бы футбольчик посмотреть, хоккей посмотреть при желании. Лишь бы интернет потянуло. Все. Наверное, ни от чего не откажусь, потому что работа связана только... Мы как бы зависим от всего. Без телефонов сейчас никуда. Без связи никуда. Соответственно, я работаю учителем. У меня весь материал как бы находится. И все знания беру тоже из интернета. И делюсь тоже своими. Наверное, ни от чего не смогла бы отказаться. Нет у интернета есть мобильная связь. Нет у мобильной связи есть интернет. Но иногда как бы и того и другого нет. Очень сложно. Ну, как бы у меня сейчас с собой нет ни телефона. Даже если был на нем нет интернета, как бы, ну, я нормально. Справляюсь. Хожу. Все в порядке. А вы бы смогли, допустим, без мобильного телефона прожить какой-то долгий период времени? Уже нет. Ну, потому что это нормальная такая необходимость современной нашей жизни, что это и записная книжка, и связь с любимыми, дорогими людьми, с зловыми партнерами. Это нормально. Я не думаю, что от чего-то надо отказываться. Слава Богу, человечество достигло того уровня, когда делает какие-то нужные, полезные, приятные вещи. Ну, 10 дней можно так пожить, да? А больше 10 дней? Не, сложно. Ну, все равно, сейчас уже все движется на этом, что без телефона ты никуда не выйдешь. В соцсети телефон разум наш запланили. Как современные технологии меняют жизнь? Ну, становится легче намного. Люди быстрее общаются, разные новости узнают. А ты бы смогла прожить без телефона какое-то время, как ты думаешь? И почему? Смогла, конечно, но было бы труднее. Раньше как-то выживали без телефонов, и детство обходило все лучше, а сейчас телефоны сидят дома, не вылазят. Если государство разрешает интегрировать современные технологии в общество, на примере медицины, на примере различных сфер услуг, то это коренным образом меняет уровень жизни людей. Современные технологии, на мой взгляд, они вообще не нужны ни к чему. Они ни к чему хорошему не приводят. Как технологии современные меняют окружающий мир? Конечно же, в лучшую сторону. А именно процветание, в первую очередь развитие. В третье – это будущее. Конечно, будущее, потому что без него сейчас никуда. А на твой взгляд, сколько бы ты смог прожить без мобильного телефона и интернета? Я бы вообще без него смог прожить. Мне нужно только для звонков. То есть, если бы меня его забрали, я бы дальше спокойно жил. Раньше надо было идти в библиотеку, там что-то, если хочешь узнать, а сейчас удобно, заходишь в интернет. Любой вопрос, можно получить ответ. А вы бы готовы были какое-то долгое время прожить без мобильного телефона и интернета? Наверное, уже нет. А почему? Уже нет. Ну, уже привыкаешь, затягивает. Может быть, это и плохо. Раньше, может, было больше времени на какие-то другие дела. Ходить, погулять. А сейчас вот там торчишь в интернете. Тоже, как есть свои плюсы, так и минусы. Поехали.